Приветствую всех каналу Сайт Онлайн, краткий обзор основных фьючерных рынков и по традиции начнем с экономического календаря. Итак, на следующей неделе нас ждут такие события. Один из важных факторов и на что будут ориентироваться участники рынка. Это 5 июля, ну 4 праздник, ну в понедельник США день независимости, выходной в общем. Отмечают это событие и зачастую S&P в этом плане он не сильно падает, то есть нет особых падений. Сейчас вам покажу просто котировочку. Вот мы сейчас наблюдаем S&P непосредственно перед праздником 4 июля. Идентичная картина происходит на этой ситуации за последние месяцы. Мы еще про S&P будем говорить, но чуть попозже. Итак, продолжим. Значит, далее у нас идет, то есть понедельник, выходной вы это учитываете и отталкиваетесь от этого. Решение по процентной ставке. Вторник, 6 июля, Австралия. Пока 1,10 и планируется, что без измене, так как никто еще не менял процентную ставку из Центробанков в целом, ну кроме Российской Федерации, в целом и австралийская и все останется. Так это колония Англии, поэтому все идет о тех. Значит, остальные плюс-минус не так важны. Среда 7 июля публикация протоколов фонд. Тоже это не процентная ставка, просто как смотрит Федрезерв на ситуацию в Америке и в целом глобальном. И соответственно, потом у нас 8 июля число первичных заявок на получение пособий по безработице и в 14.30 заявления по монетарной политике ЕЦБ. Что-то похоже как протоколами фонд, только от Евроцентробанка. Неудивительно. Два дня подряд, если там будут какие-то громкие заявления, либо же какая-то статистика их не особо будет устраивать, на это могут отреагировать участники рынка. Просто будьте осторожны и внимательны. Так, это 14.30 центробанк ЕЦБ и 15.30 число первичных заявок на получение по безработице. 9 июля, пятница будет много отчетов от Британии в ВВП и выступит даже глава банка Бейлия. Вот это от 9 по 13.00 все будет по Англии. Затем после него, даже одновременно они выступают, Лагард выступает тоже с речью, кто кого видимо переубедит и все. Вот такие события ждут нас на следующей неделе. Как раз вот это ралли на S&P вполне может после 5 июля потихонечку протрезветь и соответственно взвесить, взвесят участники рынка все реальные факты. И давайте начнем потратиться с нефти. Итак, нефть 76 с копейками долларов, это с кликом. Обратите внимание на, я взял период с пробития максимума, то есть вот 26.05 они начали, да 27 пробили, три шестерки максимум предыдущий и соответственно после этого момента идет постоянно, ну там день коррекция и постоянно рост идет. Если мы посмотрим, то есть коррекция, сразу рост. Тут сразу в один день и коррекция вернулись обратно, здесь ушли, тут торговая сессия стоит в коридоре предыдущего дня, поэтому это еще в рамках нормы. Коррекция один день, такая уже серьезная, сразу же возвращаются обратно и вот у нас такая же двоечка, похоже, была на этой неделе, пошли пробивать 74. Значит пробитие было на неплохом объеме относительно последнего, вот, ну объемов за весну и немножко настораживает вот пятница, но это скорее всего связано с вот этим праздником 4 июля, особо много позиций видимо не хотели набрасывать перед уикендом и если вот я для вас выделил диапазоны поддержки, это те, которые вот пятница не могла пробить. Ключевой день у нас получается четверг, 447 тонн оборот, то есть если вы посмотрите, практически два раза больше, чем любая торговая сессия на этой неделе и пятница прям вот между двух дней так и осталось. Итогово у нас получается по дельте, давайте покажу, значит по дельте идет четыре дня из пяти на покупку, особенно обратите внимание на последние два. Идентичная дельта 3,6, 3,6 тонн и там и там и что еще удивительного, если вы посмотрите срез по дельте, то вот эти 3,6 тонн все в одном красивом диапазоне 75 по 75,50. Вот, поэтому и котировочки там осталось, поэтому выводы, я думаю, напрашиваются автоматически, самое главное, чтобы 76-ю провели. В случае, если они все это дело как бы, то есть вы видите, да, с трех тонн уходит 29 числа, тоже 3000 контрактов и стартуют. Потом у нас нейтральная, естественно, и 2 по 3,6. В целом вот похожая картина была на той неделе тоже 4 сессии на покупку по дельте идут, поэтому возьмите заметочку и ключевые уровни я для вас отметил. То есть здесь получается у нас и фактически ядро недели и основной дельта срез по активности, вот диапазон плотный. Сопротивление отмечено 76-я, там получается если точно в районе 76 по 75,75. То есть в целом VWP в районе даже 73,6, в целом на следующей неделе будет в районе 74. То есть коррекция вполне допустима еще до этого уровня поддержки, то есть могут сбросить перед походом, если не будут еще вырасти. Вот такая, в общем, картина. Объемы не такие топовые, что прям вот наваливают и хотят уже срывать котировочку выше. Для этого нужны какие-то хорошие, весомые причины. Ну вот площадка 73,70 фактически 4 здесь порядка на двух недель стояли. Но вот что умиляет это то, что вот агрессоры все-таки на хаях не успокаиваются. То есть если бы была фиксация покупок, мы бы обращали внимание на то, что идет плотная дельта на шорт, а тут из 5,6 и 4 на бай. Но я стараюсь всегда рассчитывать сценарий и на покупку и на продажу, чтобы не привязываться к какому-то вектору, не навязывать себе какие-то иллюзии. Соответственно, тестирование 76-й, возможно даже прокол 76-й, ложное пробитие и резкий возврат обратно как раз к среде, вот, во вторник получается Америка вернется с уикенда, с праздников. У них еще будет пока прицел у аналитиков не сфокусирован и к среде, к четвергу начнутся какие-то уже масштабные движения. Я думаю, примерно вот такие будут сценарии. То есть вариант вот если запрыгнуть на шорт, то прокол 76-й, ложный и после подтверждения ложного прокола попробовать запрыгнуть на продажу. С покупками, если отсюда будут стартовать при хороших объемах по утру, то есть с открытия сессии, можно будет запрыгнуть. Не будет сигнала, соответственно, дожидаемся коррекции до 74-й. Если здесь уже у байеров сил не будет удерживать давление продавцов, тогда лучше не спешить, потому что мы и так уже, в принципе, неплохо подросли. Если вы посмотрите с начала этого года, скажу сейчас с 50-й, нет, с 45-й или 48-й отметки. Сейчас скажу точно. Не будем тратить время. Посмотрите у себя в терминале, они пришли порядком 25 баксов или 20. В общем, то есть сейчас 76-я, в районе 20 долларов рост стабильный, причем без особых затяжных коррекций. Такая вот ситуация по CL. Идем дальше. Евро. На евро очень коварная ситуация. Значит, WP на 197-й, потом новый контракт у нас проторговался. Вот сейчас основной объем 196 по 192. Это вот эта неделя. Здесь, получается, идет снижение и начинают увеличиваться объемы, особенно вот под пятницу, 175к. Значит, если вы посмотрите... Ну, хотя бы давайте с марта подгрузим сейчас. Обратите внимание на то, как это неделя торговал, сам тип проторговки. Получается, вот этот рост, который был корректирующий при таком трехдневном хорошем пролете с 214 на 192, шел на снижение ликвидности. Это явный признак того, что у байеров абсолютно это была просто коррекция, то есть фиксация шертов. И, соответственно, здесь шла ровная ликвидность, буквально два дня отличились. То есть это среда и пятница. Сейчас покажу по отдалению. Три дня из пяти на покупку. И по открытому интересу у нас получается вот четыре дня, ну, фактически три дня из пяти в прирост позиции. И вот, получается, у нас четверг в рамках среды еще, потом чуть-чуть остался бы полностью в коридоре. И пятница вполне вышла за лоу неделя на тот момент. Если уже понедельник возвращается обратно 187-189 и там закрепятся, обратите внимание, что этот уровень они уже неоднократно формировали здесь покупки. Вот здесь идет коридор. Дальше тестировали. Сейчас его беру. То есть у нас 12 тонн. Останавливали, когда останавливали движение. Потом здесь еще набросали. Район 1,19 по 1,1875. И здесь идентично. Вот четверг. Немного в среду были. Ну, тут явно фиксации были шертов. И по сопротивлению здесь немножко нужно сместить. Вот у нас. Это еще с прошлой недели. Стой. Вот эти две сессии с этих продавцов, ну, уровней продавцов ушли раз-два-три-четыре-пять дней. Постоянно идет снижение. Но пятница у нас open close на buy. То есть очень явный признак снятия стопорей. То есть вот просто лоу прощупали, вернулись обратно. В общем, если так и закрепится еврик 18, 81, 187, есть шансы отсюда потихонечку запрыгнуть на покупку при сопутствующем агрессоре. В общем, это был еврик. То есть вот это вот снижение достаточно такое манипулятивное. Так, не пугайтесь. Это BTC. Сейчас мы это уберемся. Так, убираем BTC. Итак, я для вас подгрузил с 1 марта котировочку BTC. Это цемешная котировка, течественный контракт на Bitcoin. Соответственно, стратегически важный уровень поддержки для биткоина сейчас 32 и 31,5. Вот этот диапазон уже неоднократно его мы наблюдали в качестве уровня с очень активной динамикой байеров. То есть вот здесь сразу же поднимается оборот, как только подходит до 32. И третий раз это было вот совсем на прошлой неделе. Корректировочка идет на слабеньком объеме, без особых вбросов. И, соответственно, вот ключевой, естественно, у нас 35,500, даже нет, нет, 36 по 38. Это у нас ядро. Соответственно, в 32, если будут очень плотно удерживать, следите за агрессором. По открытому интересу у нас получается прирост позиции потихонечку увеличивается. Я думаю, что после 4 июля начнут уже криптотрейдеры делать какие-то выводы. Но ключевые тренды, я повторюсь, еще с прошлых обзоров к сентябрю, наверное, ждать не стоит. То есть такой вот дрейф между 44 и 34, 30 может быть и до сентября. В WP у нас идет в районе 34,400 и в неделю у нас как раз в районе 33,600. По дельте, получается, у нас ключевой на байбл 29 числа и вот дельта на шорт у нас 4 в пятницу. Соответственно, если этот уровень будет удерживать, можно смелее пробовать запрыгивать на покупку. В случае пробития 32, повремените, не спешите пока, еще не время. Золото. Отличная сейчас просто вот модель. Получается, у нас порядком полторы недели простояли на 77,87 по 17,72. То есть вот такой плотный массив. Это ядро на данный момент. Давайте я вам отмечу. 17,84 по 17,75. Это ключевой фасной диапазон. Потом идет сброс топорей 29 числа на 3,2 на шорт. И, соответственно, идет откуп. Единственный момент, что пока не пробьют 17,92 по 17,94, я бы был очень внимателен. Соответственно, в байерах есть и они вот работают. Я отменял стрелочками. Больше всего пришлось на 17,79, 17,80, 17,78 с половиной. В среднем, грубо говоря, будем 17,79 отмечать. И 17,75 тоже еще были байеры. Вот такие уровни, вот те, которые должны удерживать, как минимум, чтобы в целом, если зафиксировать по кастомайзеру. Получается, у нас штука из полумиллиона оборота идет на покупку. И вот я замерил непосредственно вот этот возврат в коридор. Плотный байер 17,75, 17,70. И еще один диапазон еще поддержки 17,66, 17,60. Ну, по сопротивлению вы видите, здесь у нас ураган просто. Соответственно, корректировочка и желательно, чтобы не ушли ниже 17,79, 17,75. Это как уровень поддержки. Тут WP как раз уже недалеко. Для сценариев на продажу это жесткая защита со стороны селеров уровня 17,94, 17,91. Соответственно, возможно, даже прокола потом возврат обратно. И там уже по ситуации, по мере увеличения ликвидности. Если будет рост ликвидности на снижение, соответственно, можно будет пробовать. Ну, плюс агрессор, естественно. В общем, срез по уровням отметил. Выводы, естественно, всегда делайте самостоятелем. Итак, рубль. По прошлым обзорам я предупреждал, что есть достаточно большой процент вероятности, что будут немножко корректироваться после такого затяжного снижения. Дошли до 71,5. И сейчас пока будет текущей неделе. Обратите внимание, 4 сессии. 29-е, 30-е, 1-е и 2-е. По 3 миллиона, особенно по 3,2 и 3,150. На четверо-пятница, соответственно. Итак, здесь получается у нас по открытому интересу позиции. Вот пиковое значение было 2,9. Соответственно, вот набор позиций был также 24-го, 25-го и 28-го старт. Подбросили еще масло в огонь 30-го числа. И, соответственно, пятница тоже в стороне не стояла. Соответственно, у нас по ликвидности. Обратите внимание, что как раз начало пробития локального промежуточного хая идет с активностью байеров, срезу агрессоров на покупку и на продажу. Особенно вот четверок отличился очень. И обратите внимание, 29-е число. Здесь практически весь коридор на байерах. Давайте посмотрим по дельтин. И вот именно 29-е число, за... с 4-го числа, вернее с 4-го января, давайте посмотрим, кто еще у нас был лидером по дисбалансу. 320 тонн. Здесь у нас 338. Ну, в общем, это пик. 325 был рекорд. И сейчас вот 29-е число послал рекорд по дисбалансу, по процентному перевесу. Сейчас скажу, сколько это получилось. 12,2%. Для дневной сессии это очень много. То есть это хороший дисбаланс. Соответственно, реакция на этот дисбаланс не заставила долго ждать. Три дня идет такой, примерно с 30-ти процентным перекрытием последующие три дня. И они все были тоже с дельтой на покупку, кроме второго числа. Очень прогнозируемая фиксация под выходные. И непосредственно сейчас мы вернем текущий контракт и проанализируем уже ядро. Соответственно, все уровни, которые именно на текущем контракте сформировались. Итак, в данный момент у нас сместили ядро на 74-ую по 74-250. Обновили, собственно, АХАЙ. Дальше. Получается у нас по диапазонам байеров. То есть у покупателей, в принципе, здесь, наверное, большая часть коридоров за ними. Но вот этот стратегически важный уровень поддержки 73-100 по 73-350 возьмите. Я думаю, он нам пригодится еще не раз. Самая крупная дельта сейчас 74-150. И диапазон непосредственно текущей недели, я вам сейчас продемонстрирую, ядро, собственно, и сформировало ядро текущего контракта. То есть у нас получается 100 недель еще. И текущая неделя в одном и том же диапазоне. Это 74 по 74-350. И средств по байерам непосредственно, ну, это все, 29 число диапазон. Это саппорт номер один. И обратите внимание, что весь потолок, то есть верхняя часть диапазона недели, она вся на байерах. То есть, грубо говоря, вот, если будут удерживать байеры котировочку не ниже 74-74-150, то есть, коррекция допустима. В WIP будет как раз там 73-973-850. Но если тут будет жесткая борьба со стороны байеров, соответственно, неплохой будет маячок на то, что у нас есть активность и поддержка будет все-таки надежной. Так, давайте посмотрим Spotius, значит, Томик. Давайте пока отключим все лишнее. Итак, по это у нас 23-го, 0-3-го котировочка. Соответственно, WP пока идет 72 с половиной, 7-26. И топ у нас получается 72 рубля 20 копеек. Это 4-400 по одной цене трука. То есть, это вот весь этот период. Кто-то очень активненько задарился. Дальше у нас получается здесь дисбаланс 300 тонн, почти 300 тонн, 200 и вот здесь получилось 417к от дельта на покупку. Итак, значит, самый в обороте у нас период неделя была 18-го, 16-го по 18-го, 0-6-го. То есть, вот эта вся неделя самая ликвидная пока на данный момент у нас подио. И ударный 29-30 число, тоже, как видите, по байерам коридоры плотно проработали. И также стоит отметить, ну, единственный уровень сопротивления, вот сейчас на хаяк пятницы там оставили 73-73-75. Под эльте показываю, вся неделя была на байерах, особенно полмиллиона. И на прошлой неделе, там, 596к, они, эти две сессии в одном и том же коридоре, обратите внимание. То есть, по одному и тому же диапазону прошлись самая крупная дисбалансировка. То есть, вот это все было просто как бы выброс, кто не в теме, должны были просто по стопорям выйти. И, соответственно, вот они снова в этом диапазоне затарились. Поэтому вот этот коридор 72-82,8, 72-8, 72-2, вот этот диапазончик можно брать в качестве уровня. А если быть точным, такие прям самые мощные выбросы, это 72-6, потом идет стока 72-45, и здесь все вот 300-200-100. Вот это все уровни поддержки. Дальше у нас идет 73-3, но это непосредственно за весь период. Вот тут тарились, здесь тарились, еще здесь набросили. Давайте мы сейчас посмотрим срез непосредственно на текущей неделе по ликвидности. В любом случае, как бы там ни было, самый топовый оборот был по 72-2. Потом плотное ядро у нас идет 72,9 по 73 с 15. И вот если рост будет дальше поддерживаться байерами, то они постараются не пустить ниже 73-й, грубо говоря, отметки. И WP практически уже подобрался к 73-й, буквально на понедельник-вторник, и он уже будет на этом уровне, соответственно. Итак, раз, два, три подряд дня на рост. Пятница, грубо говоря, корректирующая. И непосредственно, где у нас были мощные выбросы. 400к, 127, 345, 263 тонны со стороны байера. Ну тут по 250, два уровня. Это вот ближайший уровень. То есть непосредственно вот эти все зеленые ячейки, это те цены, по которым очень большой агрессор на байбл. На 400 тонн, 228, 250, 250, то есть три дня по 250, это у них, похоже, стабильная дисбалансировка. И давайте посмотрим сейчас по дельте. И вот вся неделя практически, кроме вот минимума уровня на покупку. Пласт 1, пласт 2 и на хаях 3. То есть вот этот уровень 73,7, ну берите аккуратно ему в качестве сопротивления. То есть, вот видите сами. То есть бывали у нас недели по клещу на стороне селеров. А это прям весь коридор за байерами. И тут обратите внимание, что ликвидность идет стандартная, рабочая, то есть системная. Точно так же, как и здесь раскачивали плановая. То есть этот рост планово формирует. Как долго он будет продолжаться, посмотрим по ситуации с нефтью. Пойдет она на север еще, а не пойдет. В общем-то, я думаю, что будет именно это важно сейчас. Так, это был рубль и как обещал, вернее по просьбе в комментариях под видео, я обещал, что прочту комментарий, если будут хорошие интересные вопросы. Был вопрос про РТС, причем неоднократно. Поэтому я держу свое слово, не игнорирую, соответственно. Давайте посмотрим с января РТС. Индекс РТС. Итак, у нас 170 по сути, 169-170. Ближайший такой уровень, ключевой, потому что на хаях пока сформировался еще в том контракте максимум. Был затяжной, неплохой рост. Непосредственно обратите внимание, какие были обороты еще весной. Здесь получается у нас 600, то есть больше 500 тонн подсвечиваются синим цветом в торговой сессии. 30-го числа было 656 тонн. Непосредственно вот это торговая сессия. Сейчас я отмечу, чтобы было понятно. Это как раз вот разворотная точка недели. И пока у 164-480 цен не болтается. И прогнозировать по движению индекса РТС. Сейчас вам покажу, какая активность под к этому интересу на самом деле. Летний период не самый популярный для торговли. И участников рынка становится все меньше, особенно к августу. Непосредственно рост по 3-4 дня идет прирост позиций. Это вот по последней статистике. 3-4 дня постоянно открытый интерес растет. Пятый день падает. То есть очень много участников рынка сейчас торгуют в рамках недели, не более. Это вот из таких последних данных за последний год. Здесь получается у нас 2 дня был прирост. 30-го и 1-го. Немножко зафиксировали перед выходными. Чем черт не шутит. В США праздник. Там значит Бог его знает, что будет. Это коррекция плановая, прогнозируемая экспирация. Соответственно дошли до 169-й. Можно в принципе и бонусы забрать. Поэтому коррекция плановая, без каких-либо вбросов на продажу и открытия позиции продавцов. То есть этот коррекционный момент можно даже не то чтобы не учитывать, но он плановый. Это не вход на продавца крупного. По расторговке сейчас хочу вам продемонстрировать. Похоже очень расторговка имеется вот здесь. Текущая неделя относительно предыдущей. Вы уже посмотрите детали на своем торговом терминале у себя. Сейчас где-то я потерял ее в воду нам. Вот эта ситуация очень похожа. Вот как здесь. Практически один в один. Корректирующая сессия и потом у нас идет такой более флэтиус и потихоньку уходит на север. Соответственно вот корректирующий момент. Вот он у нас. Потом у нас сессия, которая 30 число отстаивается. Вот то есть как бы разбор полетов. И там у нас получается уже там в этой ситуации сразу ударный пошел рост. А так как у нас 4 июля праздник в США, на всякий случай я уверен, что трейдеры решили подождать после 5 июля. Заходить не раньше на всякий случай. Поэтому 165-250 сейчас тактически важный уровень. По дельте. Значит смотрим. У нас вот этот шорт был 20 тонн. И потом байеры потихонечку взяли контроль. И дельта ушла до пятницы на покупку. То есть соответственно вот здесь идет по сути небольшая такая дозагрузка байеров. И если у них получится удержать контроль, они 165-й все-таки осилят. Соответственно у нас откроются двери на север. Там уже будем смотреть 169-й. Опять же корреляция с нефтью сейчас важный фактор. Это вот текущая активность. Индекс РТ с белым цветом график по этой неделе. Давайте посмотрим. Так, давайте восьмой добавим. Вот начинаем с 3.29 числа. У них динамика идет практически один в один. То есть корреляция очень сильная. И вот момент здесь. После того, как образовался у них в обоих на первое число хай. Получается CL уже хай не тестируют. А индекс РТ с как раз закрывается возле хая. То есть немножко как бы переборщили с индексом РТ с вполне может быть какая-то реакция в понедельник. Там территорник относительно CL-ки. Но пока синхронность у них достаточно мощная. То есть они плотно идут друг за другом. И в данном случае будем смотреть как CL относительно пятницы будет растраговываться. Тут получается пятница у нас корридор 75-50. Если они ныряют ниже пятницы, то есть идут атаковать минимум четверга. Соответственно, XRT особо там ждать долго не нужно будет. Единственное, что могут там хай четверга протестить, снять топори. И потом только нырнуть на продажу. Это в случае, если CL все-таки передумает. Но так как будет праздник, день выходной на американских биржах. Соответственно, это ко вторнику только начнется. Учитывайте этот момент. Ну, вбросы по объемам, соответственно, 2 числа я просто отметил для наглядности. Так, 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 так. Кодельте у нас, да. Эти все вбросы, особенно на 15-30, были на покупку. Ну, это открытый интерес. Прошу заметить. Те, кто использует открытый интерес, такой небольшой лайфхак, такой рекомендацион. Набирали позицию. И здесь, там, примерно половину зафиксировали. Вот этот набор, который старт на хай, как бы четверга. А так, ну, добросит цену до максимума четверга. Получается, они набрали позиции. И тут же столько же сбросили. То есть, это все как бы раскачали. Получили результат. Все, вышли. То есть, вот этих ребят уже в позициях нет. Поэтому, там особо надеяться на дальнейший рост тоже не стоит. Единственное, это вот поддержку, которую утром они отказали. Открыли с 10 по 12 час. Вот этот уровень, если не будут удерживать, то еще годится ситуация. То есть, вот этот рост, он уже как бы, там никого в этой покупке уже нет просто. Учитывайте этот момент. И напоследок, это вот ситуация по индексу РТС. Ну, в любом случае, сейчас все внимание непосредственно на CL, касаемо индекса РТС и рубля в целом. Получается, у нас идет вроде как по CL интерес пробить вот 74. То есть, был хороший объем. Пятница моя, это я как бы возвращаюсь к обзору. Уровни поддержки я отметил, сопротивление. То есть, очень важно после 5 июля, как себя будут вести Америка относительно. Будут ли они скидывать или все-таки дальше будет рост. В целом, я думаю, к сентябрю потихоньку котировочка должна чуть-чуть откорректироваться. Потому что всем странам надо закупиться подешевле нефтью на зиму и газом. Поэтому этот рост вполне может в конце июля или в июле, как плавно, он должен потихоньку уже заканчиваться. Но посмотрим. Пока идут они ровно по объемам. То есть, явно кто-то целенаправленно пока действует на данную тенденцию. Но она уже слишком затянулась. Как бы немножко можно откорректироваться. Поэтому, может, после 5 июля как раз это все дело и начнется. Будь осторожны и внимательны. S&P. Вот такой прекрасный контракт начался у нас. Просто плановая. Расторговка начала контракта. Уже на память можно. Кто-то торгует, часто видит эти расторговки. 3-4 дня набросали объемы. Потом выносит всех по стопорям. Возвращается обратно. То есть, после вот этой сессии можно было тариться потихонечку на покупку. Но, хай они пробили как бы срок 2.55. И все это дело просто шло потихоньку на снижение объема. Я торгую в давненько S&P. Кто смотрит, только Wall Street Online. Я провожу с 2012 года. Торгую с 2008. Вот. Соответственно, S&P. И уже как бы вот очень халявные две точки на покупку S&P. Это вот перед Черной Пятницей и 4 июля. То есть, это у нас День независимости. Тоже потребительская инъекция. Они отмечают очень масштабный этот праздник. Соответственно, вкидывается куча денег в это все дело. И Черная Пятница тоже. Потребительская инъекция. Традиции, праздник и так далее. Что бы ни происходило, кризис не кризис. Они это дело очень стараются сохранить. И просто покупать, покупать подарки. Ну, куча услуг. И, соответственно, перед Черной Пятницей тоже S&P растет недельку-две. Хоть и скрипят зубами, но расти будет. То есть, это фундаментально просто объяснимо. Это вот результат. Как раз совпало с сентябрьским, начало сентябрьского контракта. И тут 4 июля просто лучше не придумаешь. Прошу заметить, что обороты идут крайне, крайне, очень крайне необычные. То есть, объемы там немножко просели. Очень так. То есть, 1,8, там 1,2, 1,3, 1,4. Давайте я вам подгружу прошлый контракт или там с января. Вот, и помимо этого, вот так как я уже S&P демонстрирую обзор, значит, вот эта карта S&P 500 фондового рынка за месяц. То есть, вот итоги месяца. Тепловая фактически карта вот этой Америки. Индекс S&P 500. И вот, сейчас вернусь опять. Подгрузился объем просто. Это с 4 января для сравнения ликвидности на S&P. То есть, вот. 1,5 миллиона, 2,6, 1,2,1,3, 2,9,3. Вот, более-менее там вот это уже единственное, это весна. Ну, в любом случае там постоянно целую неделю. Вот еще одна неделя, да, забыл. 900, 1,1 миллиона, но там просто прям на хаях. Там любой даже супертрейдер бы хорошо взвесил бы, столько ли там лезть вообще в сделки при такой ситуации. И вот, обратите внимание, что как только пришли 4, там, 300, вернее, 4,200, да, вот все недели идут такие 1,100, 1,900, 1,100. То есть, это уже вроде как круто, 1,800. И вот мы сейчас прошли недельку, не то что 900, по 700 тонн было просто. То есть, вот, миллион, это самая топовая сессия. То есть, идут просто, такое ощущение, как будто котировку рисуют просто карандашом. То есть, объемы падают, 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 оно все равно идет на рост. То есть, это вот пока системно, манипулятивно, перед 4 июля. Фондовый рынок тарит, потому что потребители все дело смонсируют. А вот после 4 июля вполне может начаться уже созданный, как бы, анализ и оценка дальнейшего вектора. Вот, соответственно. Вот такая картина на S&P. Это сравнение с предыдущими контрактами, чтобы вы увидели, сравнили и взвесили. Вот здесь идет 4 дня открытия позиций, ну и, соответственно, пятница фиксации. Возвращаемся сейчас на текущий контракт. Чисто котировка данного сентябрьского контракта. Вот, прошу заметить, что сейчас у нас был пик 2,4. То есть, это пик за текущий контракт. И тут даже нельзя, язык не поворачивается, сказать, что здесь зафиксировали. Буквально чуть-чуть фиксация плановая перед выходными. Скорее всего, 3D-щики зафиксировали, и там этот момент учелся. Так, в принципе, и шло открытие. Кастомайзер. Значит, по неделям. Две недели ядра в одном и том же диапазоне. Непосредственно от 42, 26 по 42. И у текущей недели ядро, на самом деле, находится ближе к понедельнику, вторнику. Это находится на 42,90. 42,75. То есть, вот эта проходка вот эта до 43, 43, она шла, видите, без особого, как бы, без особой поддержки со стороны крупных сделок. То есть, вот дисбаланс 17 тонн, 1 числа без проблем раскачивают котировку. И пятница идет просто перед выходными, как бы перед праздником, собственно. Поэтому этот рост, он, в принципе, пока еще очень подозрительный. Потому что из 5 сессий только 3 на продажу. И рост идет просто такой прям подозрительный, то есть, необъяснимый. Вот у нас ядро, находится 42,90. Вполне, я ожидаю, что они к ядру начнут трезво возвращаться уже в вторник, в среду. Потому что выстрел хороший, но тут главное 42,90, 43,11 мониторить. Вот это поддержка номер 1, главный диапазон 42,90, 43,11 мониторить. Возьмите на заметку по S&P, если у вас будет смелость покупать дальше S&P на рост. После, ну, на следующей неделе, соответственно, 43,12 мониторить в первую очередь. И еще вот могут быть поддержки, ну, я думаю, что вряд ли, 43,26, 25 мониторить. Конкретно вот это все уровни пятницы, чтобы вы понимали. Ну, и, соответственно, по продаже, как только начнется хороший объем торгов с хорошим дисбалансом, открытием позиции, можно тогда уже и запрыгивать. Тут, как бы, особая поддержка, ну, такая, она, грубо говоря, 42,50, 42,60 по 42,24. Это вот этот коридор, который с ядром связан, собственно. Ну, а спекулятивно 43,12, ну, до 42,90 еще могут удерживать. И WP у нас в районе 42,40. И касаемо еще вот фундаментальных оценок, значит, такой момент, когда начинает сыпаться S&P, вернее, как бы, ну, не глобально, ну, там, хотя бы локально внутри года. Прошу заметить, что это срез за месяц, вот сейчас фондовый рынок. Значит, Microsoft, Apple, все зелененькое, все прекрасное, IT, технологии, там, гаджеты, интернет, Amazon, Tesla, прям, благодаря Твитеру, наверное, все, как бы, в позитиве, да. Значит, тут самое важное, что начал сыпаться немножко банковский сектор, значит, это JP Morgan, потом Berkshire, Hathaway. Если вы посмотрите на Finvizio, раздел Insider, там на этой неделе, кажется, Walmart, лицевой, директор, там, прилично пакетов акций зашертил, как бы, скинул. Там, порядком шести или семи позиций на просто необъяснимое количество кэша. Очень, очень огромный кэш по Walmart сбросили, то есть, Citigroup, Wells Fargo, потом банки, USB Corp и так далее. То есть, капитал, ну, вы увидите, да, о чем, я надеюсь, вы уловили в суть, то есть, финансовый сектор очень как-то выразительно начал сыпаться. Все остальное, вроде как, еще на инерции, на потребительской инъекции идет, ну, а вот уже начали скидывать немножко банковский сектор. Причем, они, вроде, отчитались прекрасно, видимо, что-то знают, или же, ну, в любом случае, нужно быть готовым ко всему. Значит, столицы сектора более-менее, ну, там, я не беру сервис, услуги и разные вспомогательные сектора. Вот банковский уже начал такой красненький, причем даже, вот, это за месяц срез. С вами был Мишель Лембок, всего хорошего, до следующего обзора. В среду открытый вебинар, не пропустите. Подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях, прибыльная торговая неделя и теплые дни. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok